Нельзя сказать, что слово storytelling это какое-то новое и новомодное, просто оно в переводе дошло к нам наконец-то, потому что если вы посмотрите англоязычные источники, то активное использование этого слова, может быть, где-то в 2005-2006 началось. И storytelling как часть работы HR, storytelling в образовании, storytelling в медиа, storytelling в бизнесе, в маркетинге, в рекламе, то есть это достаточно такой устойчивый тренд. На чем он основан? Во многом это связано с эффектом перенасыщения информационного мира всякими разными, типа, короткими новостями, вот такой факт, вот смотрите, у нас есть такой новый продукт, или вот посмотрите, что-то случилось, ой, там посмотрите, комета пролетела мимо. То есть вот перенасыщение короткими, разрозненными, не связанными друг с другом, произошло перенасыщение короткими новостями, вырванными из контекста, короткими рекламными сообщениями, вот этими вечными, а, купи меня, купи меня, супер-ноль, я самый классный и так далее. Вот слишком много мы произвели вот этих вот разрозненных деталек, мозаики. И так как вот маятник качнулся в сторону короткой журналистики и коротких рекламных сообщений, естественно, маятник должен был качнуться и в обратную сторону, что и произошло. Стори-теллинг это прием, это подход, когда вы свое рекламное сообщение, свою мысль внутри образовательного курса или свою мысль, которую хотите донести до мозга сотрудников, облекаете не в лозунг и не в слоган и не в плакат, а облекаете в некую связанную историю, у которой есть герой, в котором есть определенный сюжет, в котором есть либо человек подводится к какой-то морали, либо эта мораль открыто авторам произносится. То есть люди вспомнили, что история, где есть действующий герой, где есть некая завязка, кульминация, развязка, она запоминается. И запоминается гораздо лучше, чем слоган. В случае, когда у вас слишком много вокруг слоганов, рассказываете истории, и вы этим будете отличаться. В образовании это очень хорошо работает, потому что если вы накидаете в классе или в студенческой аудитории, накидаете просто голых фактов, которые между собой не связаны каким-то определенным сюжетом, они очень быстро забываются и забываются еще не то чтобы после зачета, а еще до зачета, так как это разрозненные, не включенные в контекст маленькие элементы. Как только вы из этого делаете историю, человек запоминает и саму логику рассказывания, тем самым запоминает и те факты, которые были там внутри в этой истории. И многие бренды сейчас ушли как раз в сторону сторителлинга и используют это в маркетинге, используют это в рекламе, в продвижении своих товаров, услуг и продвижении своих брендов. Опять же, сторителлинг это не для всех, не для абсолютно любой целевой группы. И надо смотреть, насколько ваши бизнес-задачи или бизнес-задачи вашего заказчика, они соотносятся с этим подходом, потому что сторителлинг требует определенного времени для того, чтобы человек эту историю увидел, услышал, прочитал. То есть это не просто короткое какое-то сообщение, не просто мигающий баннер. Во-вторых, требования к автору истории гораздо выше, чем требования к простому автору пресс-релиза или автору короткоинформационной заметки или короткой новости. Потому что человек, который пишет историю, он должен в небольшом объеме заложить и характер, и изменение героя, и не забыть включить туда то, что рекламируется, и та мысль, которую необходимо до людей донести. И выстроить это достаточно интересно, чтобы человек до конца истории дочитал или досмотрел. То есть вот сценаристы и режиссеры, которые работают в сторителлинге, это все-таки достаточно высокий класс профессионализма. И если информационную заметку можно научить писать робота, кстати, не знаю, в курсе вы, не в курсе, что очень многие спортивные информашки пишут роботы, для этого не нужен человек. Вы берете из экселевской таблицы факты, данные, кто выиграл, с каким результатом, и как это все происходило по этапам. И количество грамматических конструкций, которые описывают спортивные новости, оно достаточно фиксированное. Поэтому робот просто подставляет, выстраивает из этого здравый текст. Так вот, научить робота писать историю, ну, пока тяжело, потому что здесь слишком много факторов, которые влияют на интерес человека. Но хорошие истории запоминаются, хорошие истории передаются из уст в уста. И если вы делаете какой-то видеоролик, например, в формате сторителлинга, и он прикольный, мне не стыдно этим роликом, даже если он рекламный, поделиться со своими друзьями. В том случае, когда короткую информашку я с гораздо меньшим интересом, с гораздо меньшей готовностью могу распространять. То есть истории – это обращение к сказкам, обращение к такому живому человеческому разговору. И это как раз вот тот маятник, который вернулся обратно после упоения объективной журналистикой, только факты, нет никакой авторской позиции и так далее. Мы переели вот этой вот разрозненной инфы, и сейчас хочется, чтобы человек взял и выстроил из этого некую логику, некую логику повествования. Так что сторителлинг в тренде. Если интересно этим заниматься, и можно заниматься абсолютно в разных отраслях, что в бизнесе, что в общественных организациях и со всякими общественными инициативами хорошо работает. Социальная реклама в формате сторителлинга гораздо более действенна, чем вот такие вот плакатные обращения к людям. Образование, сторителлинг в образовании очень хорошо идет, потому что даже физика, химия, то, что там технические науки, рассказанные в формате истории, запоминаются и воспроизводятся гораздо лучше, нежели вот некий формальный безликий текст. Мы, как люди, очень субъективны. Нам не свойственно, если честно, нам не свойственно быть объективными. У нас у всех своя призма, свой фокус, свои некие ключевые слова, по которым мы выцепляем то, что нам интересно. Поэтому, если мы встречаем хорошего и интересного рассказчика, которого интересно слушать, который рассказывает прикольные классные штуки, то мы остаемся, мы садимся около костра, слушаем его и затем просто пересказываем потом друзьям, детям и внукам то, что услышали от хорошего рассказчика. Этим надо пользоваться, если вы работаете в рекламе, если вы работаете в образовании, во внутренних коммуникациях. Очень многие вещи, которые, внутренние конфликты в корпорациях, либо какие-то идеи владельцев бизнеса, которые нужно донести до сотрудников, они тоже очень хорошо рассказываются именно в формате стори-теллинга. Русских специалистов не так много, поэтому это такая ниша, где можно развиваться и где можно сделать себе яркое имя, если вы этого хотите. Продолжение следует...